Но ни у кого ничего нет. Все, теперь все есть. Видно, слышно меня? Зову всех на вебинар. Так, приглашаю. Все хорошо, как со связью. Как прикольно смотреть на фотографии, чуть ли не в купальнике. Я сейчас сижу в свитере. Насколько резко похолодало у нас вообще. Ребят, обратная связь. Все отлично, замечательно. И хотим сегодня с Ирой Басилкой рассказать о том, как классно время провели на Майорке. Как же круто отдыхать на конференциях с компанией Reflame. Но давайте начнем с небольшого кассуса, который с нами произошел. Смотрите, ситуация такая была. Когда мы уезжали обратно, бастовала компания Fluing. в Испании, в Барселоне. А мы летели через Барселону. В итоге, из-за забастовки, часть делегации нашей успели вылететь в Москву. Остальную часть сдержали. Там непонятно вообще, какой сыр-бор. В итоге они на целые сутки остались еще в Испании. И наши чемоданы не погрузили. Мы приехали в Москву без чемоданов. Все 50 человек или 60 все написали претензию по поводу того, что верните нам чемодан. И вот теперь жду свой чемодан. Все осталось в чемодане. Все, что нажит, они по сильным трудам. Вся основная косметика. Мой утяжок, без которого жить не могу. Но знаете, это все такие мелочи. Потому что нам повезло больше. Мы остались только без чемоданов. А 180 человек из нашей делегации, из 600, из-за забастовок компании Fluing, видите ли, надумалась им бастовать. Остались на целые сутки там. Но, к счастью, их кормили. И компания сделала так. Забастовали 4 дня. Людей огромное количество там застряло. И ждали вот все 4 дня. 4 суток. Конечно же их кормили, но все-таки, согласитесь, 4 суток ты в непонятном состоянии. Компания Reflame вызвала спецборд из Москвы. И наших партнеров забрали гораздо раньше, чем всех остальных. Отдельный экзамалют, который пустой летел из Москвы в Барселону, забрал их. Все прилетели. Домой все, дома все отлично. Но поражаясь просто партнером нашей команды, компании, потому что любой другой вот человек там разнес по кусочкам весь аэропорт, да? А наши еще умудрялись в этом какой-то позитив искать. Сплотились, дружились, переобщались, перезнакомились. И знаете, какой движ был в чате? Насколько кто-то шутил, кто-то отшучивался, кто-то в это время рекрутировал, кто-то общался, записывал какие-то интервью. В общем, я убеждаю, что рефлеймовцы уникальные просто люди. Вместо того, чтобы ныть и отчаиваться, они еще нашли в этом какие-то плюшки. Представляете? Я нашла, знаете, какую даже позитивную сторону. Если мне не вернут чемодан, мне вернут 2000 долларов. Я при себе новые вещи и не буду сильно печалиться. Поэтому жду свой чемоданчик. Зато еще вспомнить, правда же, из-за таких ситуаций потом рождаются какие-то байки, какие-то истории. Но ничего, дождемся чемоданчиков, главное, все на месте. И понимаю, что от компании не зависит от таких моментов забастовок. От нее зависит взять и прислать спецборд из Москвы и забрать всех своих партнеров. И потом ребятам еще помогли наши юристы, чтобы у них же домой самолеты тоже, получается, сдвинулись, билеты сгорели. Но юристы Арифлейм помогли выбить денежки, вернуть билеты. Кому как, кому деньги вернули, кому билеты новые начислили, заменили. Поэтому все остались довольны, и все хорошо. А теперь, ребят, расскажу, как же было круто, невероятно на конференции, что мне максимально запомнилось. Слышно меня? Видно? Интересно? Продолжаем. Жду обратную связь. Чтобы я не сама с собой разговаривала. Ребят, кто-нибудь слышит меня? Слушает? Кто-то что-то пишет. Вот такие классные фотки. Смотрю, вспоминаю. Знаете, буду сейчас вместе с вами как будто первый раз переживать все это, вспоминать, потому что это был такой уникальный отдых. У Антоша, привет! А в конце попрошу Антона еще тоже выступить, потому что муж у меня герой, с двумя детьми остался. Одного в школу, другого в садик. Готовил кушать, туда-сюда возил, привозил, поддерживал порядок в доме. И еще для меня, я считаю, высшим пилотажем было то, что ребенка пригласили на день рождения. Он купил подарок, собрал его, отвез, он сходил на день рождения. И, честно говоря, для меня это огромный показатель. И вообще, я думаю, что нам уже ничего не страшно, когда вот есть такой надежный отел из дома. Хотите рассказать? Он буквально 5 минут расскажет, что такое будни папочки в декрете, когда мать шарная императрица бродит по улочкам Испании. Если интересно, бывает, они на несколько слов ставят, расскажут. Напишите, да? Да. Все, Антоша, готовься. Вот фотографии с нашего гала-ужина. У меня немножко все в разброд. Знаете, вот все, что зацепило, расскажу вас. Не обязательно первый день, второй день, кому-то интересно, да? Вот то, что зацепило особенно. Знаете, вот я человек очень эмоциональный и, во-первых, то, что высокий уровень во всем, высокий уровень отеля, хоть и на 4 звезды, но я могу его оценить на 5, потому что, хотя на 5, да, есть чем сравнить. Топ-100 СНГ жили в 5-звездочном отеле, там, конечно, просто нереальное что-то. У нас тоже был очень крутой отель, 13-й этаж, вы видели тот вид прекрасный, да, который пристрел в сторис. У каждого лидера, кто жил в этом отеле, яхты, шикарные яхты, шикарный вид, боже, лайнер. Потом, на последние дни нашего пребывания под полу-лайнер именно серии Celebrity Silhouette, который был у нас на конференции 2 года назад, ой, я не могу, нас так и манило туда пробраться, хоть в парк переплыть. Уровень шикарный, необыкновенно высокая планка у компании, но, знаете, для меня, как вот для человека эмоционального, очень важно, что помимо высокого уровня финансирования этой конференции, был очень высокий уровень доверия между нами и компанией. Мы чувствовали, что мы на дне рождения лучшего друга. Вот не знаю, для меня это очень важно, потому что мы говорили с руководством компании, с основателем компании, как будто один на один, как будто мы за столом чай пьем. Вот представьте, какая-нибудь конференция у Газпрома, у лидеров Газпрома и выступает директор Газпрома. Какая это будет речь? Или сухая треслова, и он идет в свой апартамент, да, уж ни в коем случае тусить среди подчиненных он не будет, это ниже до совестого собственного. Согласитесь? А мы были в окружении руководства, которые фотографировались до посинения, стояли, каждый с ними. Девочки, может быть, попробуйте перезайти. У всех так? Слайдики не видно, попробуйте перезайти, пожалуйста, и запись мы сделаем. Очень извиняюсь, у меня все видно. У остальных видно? В общем, мне очень важно было, что очень душевная обстановка. Знаете, что меня особенно потрясло, зацепило, когда у нас была не приветственная вечеринка, бизнес-день. Перед нами выступил Роберт Афьокник, один из братьев, основателей компании, второго брата Йоноса, к сожалению, не стало, буквально несколько месяцев назад, мы все это помним, да? Что мне сделать? Перезайти нужно, да? Да не видят слайды, боже, так это совсем не интересно. Я перезагружусь. Ребят, а теперь видно слайды, ура, теперь видно слайды, но без них же совсем неинтересно. Надеюсь, что многим видно, если что, я фоточки скину, в принципе, вы всех видели, да, везде, в соцсетях пестрили. И когда вышел Роберт Афьокник на сцену и сказал, ребят, я хочу поделиться с вами своей мечтой, мы с братом шли к мечте стать компанией номер один в мире. К сожалению, сейчас Йоноса нету с нами, и на этих словах он реально заплакал. перед нами, перед своими подчиненными по фактам, перед песчинками, да, мы маленькие песчинки в этом огромном бизнесе. Перед нами он отголил свою душу и сказал то, о чем он мечтает, то, что он чувствует. Ребят, я буду стопроцентно права, если скажу, что весь зал рыдал от этой искренности, потому что он плакал перед нами. Вы представляете, миллиардер, человек, который создал компанию легенду, которая еще столько лет будет воплощать мечты людей. Компания миллиардер, гигант, он перед нами рассказывал то, что он чувствует. Он сказал помогите мне осуществить нашу общую с Йонансом мечту стать компанией номер один прямых продаж в мире. И вы знаете, в прошлом году мы были на 17 месте, в этом мы уже на 10. Вы чувствуете? Чувствуете, куда компания стремится? Вам не кажется, что наши ценности и цели с ней абсолютно совпадают? Мы идем в топ номер один мира. И по секрету скажу, что на горизонте виднеется новый бизнес, новый очаг бизнеса это Америка. Все впереди. Если мы захватим, если мы прорвемся в рынок Америки, мы однозначно и бесповоротно станем компанией номер один. Вернее, не если, а когда. Хорошая поправочка. Поэтому, ребят, компания идет вперед. Она делает для нашего успеха все и даже больше. У нас просто наикрутейшее руководство. Хотите коротенькую историю Кэтрин Алагбаров? Почему она стала генеральным директором по продажам России и Белоруссии? Вроде, может, не Белоруссия. В России точно. Я боюсь врать, поэтому помолчу. В России точно. Хотите знать ее историю? Хотите не хотите я расскажу, потому что меня зацепило очень сильно. Она говорит, что когда я работала, когда я начитала только свою деятельность, и знаете, бывали такие сложные страны, сложные моменты, дыры нужно было какие-то затыкать, сложную какую-то работу нужно было делать, и везде я, я, я. Нужно Казахстан, сложное время, когда у меня дети маленькие болеют, когда они в садик ходить не могут, там и нянечки, и мама помогала, что только не было. Я ехала в Казахстан, я учила один язык. Куда нужно? В Белоруссию? Ага. Я еду в Белоруссию. Туда, сюда. В Китай нужно? Ага, я учу китайский. Туда нужно, туда. Она постоянно не плывет по течению, а немножко против, немножко наверх, все дается сложно. Если вам сложно, значит, вы идете в гору. Если у вас приятное, обычное состояние комфорта, это состояние стагнации, когда вы стоите на месте, или деградации. Если вам дискомфортно, значит, вы идете вперед. Ребята, работайте над собой, ни одно достижение не делается так просто, вот просто по щелчку, все это преодоление. Любая сфера, не будет Арифлейм, она наемный сотрудник Арифлейм, да, у меня немножко другая сфера. И так везде, в любом бизнесе, не бывает по щелчку. Нужно понять это себе, здесь просто зафиксировать, застолбить в голове, что если вы хотите чего-то большего, чем обычность, вы должны понимать, что для этого потребуется работа над собой. Это потом будете получать плоды своих трудов. И вот сейчас она в самой огромной стране мира, в самой сильной стране, которая сейчас в Арифлейм развивается, это Россия, она сейчас здесь лидер. Она просто крутая. Кто видел Кэтрин вживую, кому в город приезжали, они с чего они начали, с того, что начали тут по городам. Они максимально близки людям, они не рассказывают лекцию о важности рекрутирования в жизни менеджера, да, лекции, простые слова, какие-то вот вокруг да около. Они такие мощные тренинги проводят, что просто жетон проваливается. У нас просто мощнейшее руководство. Ребят, компания не подведет. Главное, вы себя не подведите. Какие у нас есть крутые программы. Автобонус появится с января месяца. Возможно, путешествовать с уровнем менеджера. премии таких ни в одной другой компании. У нас есть просто уникальные возможности по всем направлениям. Да, Антон тоже видел. И хотите вот маленькую фишку? Вот прям не буду рассказывать, что было по дням, просто вот эти вот моменты, из которых у меня сложились впечатления о поездке. Интересно так? Фишки, фишки, вытяжки. Вот на заднем фоне этот лайнер шикарный. Это мы находимся в отеле Виктория, которые топ 100 СНГ, стран СНГ живут. То есть там 5-звездочный отель просто невероятного уровня. Мы пришли на встречу с Перфильевыми поговорить о перспективе развития бизнеса. У них совсем другое видение, более масштабное. Кажется, что ты вообще еще юный ребенок, только родился и еще ничего не знаешь в этом бизнесе. Они просто крутейшие наши спонсоры Перфильевы. Ира в один из дней поехала на пляж. Для меня это была уже четвертая поездка на пляж. Я в этом решила остаться дома как раз когда записывала видео рабочие с вами планерочки проводила. А вечером смотрю Иры до сих пор нет. Думаю, она плавалась. Она там и ролики тоже записывала, танцы. Просто кайфовала. Ее крутая фотка вот эта вот на воде, где она лежит была сделана в тот день. А мне срочно хотелось на последний день сфотографироваться в узких улочках Испании. Испания была в прошлом году в Мадрид. В этом я просто в нее влюбилась в этот колорит. Я не знаю, я просто заряжаю свою жизненную батарейку когда прогуливаюсь по старому городу, по вот этим улочкам, балкончикам. Это просто необыкновенно. Как мне нравится этот вид просто. И вышла и стала просить просто прохожих сфотографировать на своем ломаном с жестами. Вовушка, папочка, забери Вовушку. И знаете, из всех людей никто мне не отказал. Мне сделали огромное количество фотографий и вот одна из них. Поэтому никогда нельзя теряться. Зато фотографии есть, какие я хотела. И могу сказать о нации испанцев. Мне они очень нравятся тем, что они очень спортивные, они очень доброжелательные, они очень открытые. Антеша. Ой, сейчас ловушка. И вот, знаете, вот эта вот фотография, сейчас, секунду. Так, посмотрев максимально быстро. Это фотография, где написано Канюрская, да, из сердечка. Я из обычной станицы. Из маленькой станицы в Краснодарском окрасте даже не город. Да, она не самая маленькая, она считается самым большой в мире, но это станица. Кто говорит, я живу в деревне, мне тяжело, ничего не получается, нет преград, нет горизонта, мы работаем через интернет, нам весь мир по плечу. Вот я обычная девушка из Каневской, пятая моя конференция, бесплатно за счет компании. И знаете, ребята, у меня сейчас впереди огромные растраты, связаны там все нюансы по поводу зубов, то где-то мозг, где-то поправится, значит, что зубы дорогое удовольствие, поэтому в связи с этими растратами я вам хочу сказать абсолютно правду. Я взяла с тобой 100 евро. Я уехала на бесплатную конференцию, поэтому взяла с собой символическую сумму, чтобы привезти какие-то гостиницы домой. Ребят, я еще на эти деньги купила себе вечернее платье, в котором была на конференции. То есть у меня мой эксперимент удался, с Алифой можно путешествовать бесплатно, на 100 евро, я считаю, это просто такие символические денежки. Купила кучу гостиницам своим родным, то есть мне не пришлось тратиться ни на что. Абсолютно все было включено, все бесплатно. И вот они реальные путешествия с Алифой и ты ни о чем не думаешь. Даже если где-то за бастовкой идешь, ты знаешь, что твой большой друг, большая рука Алифой все разрулит, все решит и тебя, как малыша птенчиков, доставят на спецборте. Вот они шикарные виды. Ребята, какая шикарная вода, какая обстановка, какая природа, это просто огонь. Кто смотрел Орел и Решку, помните вот этот вид залив? Просто удивительно. Посмотрите, какая водичка. Знаете, сейчас за запяточки нас кусали рыбки, которые прозрачного дне были видны. Просто шикарные виды. Я сейчас вспоминаю, понимаю, моя жизненная батарейка должна была зарядиться от и до, потому что я все это видела своими глазами, это все было моей обстановкой на целую неделю. Невероятная, просто невероятная старая деревня, испанская деревня, испанская деревня, одна приветственная вечеринка. Это было что-то фантастическое. Ощущение, что ты перенесся в старину лет так на 500 назад. Посмотрите, игроководство в теме, как всегда, да, на фотографии можно от умиления умереть. Копани и Кэтрин шикарно выглядят. У нас были квесты, мы проходили танцы с фишками, где-то учили нас этим, как он правильно называется, танц, известный танец испанский. Ребят, не знаю, у меня от счастья кружится голова, я даже забываю слова, помогайте. Ребят, я не знаю, что с вами творилось в этот день, я просто в таком ощущении счастья находилась. Я поняла, что такое кружится голова просто от счастья. Запах, запах жасвина, запах даже не знаю, чего, каких-то трав окружал нас. Ринка, все отлично, хорошо, скоро сменишь меня. Это было просто фантастически, и я, знаете, вот просто погрузилась в какой-то чистый кайф. Я не знаю, что творилось на этой приветственной вечеринке, вот я такого чувства давно не испытывала, это был просто улет. Я не знаю, я не хотела туда уезжать. Опять же, эти узкие улочки, так как музей был сделан, знаете, только лет на 500 назад. Шикарная обстановка, и реально чувствуешь себя долгожданным, желанным гостем здесь. Я клюю от того, что на конференциях ты чувствуешь себя не так, как, знаете, не в своей тарелке, слишком высокий уровень, а тут чужой. Нет, вы тут все были свои. Однажды мы с Иринкой ходили на шопинг и заблудились немножко, а зато появился тут шикарный кадр напротив мельниц. Согласитесь, это того стоило просто шикарно. Мне как с мельницей напоминает остров Никонос, там тоже такие мельницы. Здесь каждый камыш и каждый булыжник, он пропитан какой-то историей. И то, что я взяла из бизнес-дня, важные фишки. Ребят, я вот на таких конференциях, на мероприятиях, каких-то глобальных или маленьких, может быть, филиальных мероприятиях, рождается ваша вера в себя. Посещайте каждое мероприятие, которое предлагает компания. Зависла? Ой, боже, только не это. Ребят, у кого зависла, у кого отвисла, все ли нормально? Все окей, да? Девчонки, у кого зависла, перезаходим. И классная фишка, классная фраза. Если ваши мечты не исполнили, значит, они еще не оплачены. Если вы еще не директор, если вы еще не бриллиантовый директор, если у вас еще нет машины от компании, значит, вы еще, отлично, значит, вы еще не сделали те действия, которые оплатят эту цель. Всегда вспоминайте, думайте, на чаше весов, вот сколько вы хотите от компании, да? Да, пламенка. Что вы хотите от компании? Хотите новый доход, хотите новую машину, хотите путешествовать. А на чаше весов оплачены ли эти путешествия, этот доход и так далее? Или несерьезное отношение к бизнесу. Всегда думайте о том, что оплатил ли я то, о чем я сейчас думаю, к чему я стремлюсь, эти чаши весов. И, конечно же, реально крутые методы, практика, шикарные спикеры выступают, в которых просто челюсть у меня отвисала. Шикарная пара, помогайте. Регина и... Кто вспомнит? Напишите, пожалуйста. Я быстро готовилась. Ребята, у меня сейчас огромный темп такой взяла. Просто невероятный второй день дома в рабочем темпе. Это просто огонь, что я делаю. Поэтому я быстро-быстро готовилась к выступлению. Самое главное, это вот фишки, которые я привела. Кого как зовут, уже простите, буду учиться. Вспоминать и пишите, ладно? Нужно полюбить знакомства сети Ишбаевой. Да, спасибо огромное, я от них просто кайфую. Ребята, есть люди, которым ничего даже говорить не надо. Вот посмотришь на них и уже хочется за ними бежать. Я просто влюблена в эту парочку, особенно в Регину. Какая она зажигательная во всем. Она танцует так, что просто крышу сносит. Она работает так, что тоже глаза вылазят от их темпа. 20 качественных диалогов в день. Они не размениваются по мелочам. Им не нужно звание директора. Им не нужно звание золотого директора. Им нужно бриллианты выше, идут на исполнительного. Поэтому вот такой темп. Кто-то скажет, нереально 20 качественных диалогов в день. Нереально, если у вас цели маленькие. А если цель бриллиант, это такой план абсолютно не... Спасибо, да, Иринка, я вложусь. Да-да, конечно. Конечно, 20 качественных диалогов в день. То есть вы можете выбирать массовый рекрутинг или качественный рекрутинг. Они выбирают качественный рекрутинг. Начинают из темы, которая общая для них и для кандидата. В Инстаграм, например, преимущественно работают. Начинают издалека пообщаться. Потом переводят на бизнес. Как и мы с вами делаем, только не 5 диалогов в день. Когда мы проводили квест по рекрутингу, марафон ответственный рекрутинг. 5 качественных диалогов было задание. Ребят, все скинулись по сотне. Мы даже 5 не можем делать. Если ты не выполняешь задание, скидываешь 100 рублей в копилку. Понимаете, вот почему у нас такие уровни? Потому что мы делаем настолько, насколько получаем 20 качественных диалогов. Скажите мне, что это нереально. Это нереально, если у вас цели не бриллиантовые. Я сейчас... 5 часов в день. 20-30 часа. Дальше я расскажу про 5 часов в день. То есть все лидеры сходятся на одном, что рекрутировать нужно 5 часов в день, если вы идете на бриллиантовый уровень. Если вы идете на серьезный уровень. Если вы хотите прорыв. Массовым методом рекрутирует пара, которые живут на Донбассе. У них военные действия сейчас. У них сапфировый уровень развалился в 900 баллов. Структура осталась 900 баллов от сапфирового уровня. Вы представляете? От старшего золотого уровня. Вы знаете, вместо того, чтобы все забросить, расплакаться и сказать, какие вы несчастные, они начали фигачить так, чтобы просто шкура заворачивалась. Они работали оффлайн, перешли на онлайн и подумали, если наша страна не дает нам возможность развиваться, мы выйдем за территорию нашей области, нашего города. Они перешли на онлайн и вместо старшего золотого стали сапфировыми. Они фигачат по 400 сообщений в день. У них за каталог 320 сутей бизнеса. 8000 сообщений в каталог. Не получается 70 предложений в день. Они делают 400 предложений в день, потому что они хотят вырваться. Они упали просто, да, да, да. Они просто упали в ноль, да, оттолкнулись и сделали выше результат, чем есть. Тоже 5 часов в рекрутинг. Если вы хотите результат выше среднего, не просто директорский, не важно, Юляшечка, не важно, но преимущественно у них в Инстаграм, да. Понимаете, в чем разница? И можно ответить на вопрос, почему у меня такой уровень, а не такой. Потому что мы делаем на тот уровень, на котором мы сейчас. И, знаете, сейчас тоже важная фишка, которая меня зацепила. Работает любой метод. У кого-то работает 20 качественных диалогов в день, он бриллиант. У кого-то 400 сообщений в день, он бриллиант, да, он с нуля сапфир. Это пока они сапфировые, они вот-вот, мне кажется, головой, мозгами, они через 5 минут бриллианты. Кто-то работает шикарно, бахает ЛТО. Ну, команда Ястребова, прекрасно знаете, да, все. Их команда молодые парни, которые тоже были на конференции. Они работают 800 тысяч, а средний балл 700 баллов в структуре. Средний балл. И знаете, они ничего не говорили без подробностей. Они сказали одну фразу, из-за которой у меня выросли крылья. Я сейчас фиячу в проекте 5 на 10. Они сказали, наши партнеры, наши новички, которые работают по нашей системе, с первого каталога, с первого месяца они зарабатывают 15-20 тысяч чистыми. Вы понимаете? Какие-то деньги. Некоторые на директорском уровне такие деньги зарабатывают. И я поняла, что я должна показать пример команде. То есть сейчас немножко у меня фокус сдвинут на эти 10 дней на ЛТО. То есть это тоже хорошее количество времени занимает, да. Но вот с завтрашнего дня у меня уже все утиховирится с вебинарами. Я уже войду в колею, и я буду совмещать несовместимое. И 5 на 10, и скачивать свои качественные контакты до 20 в день. Все реально, если есть цель огромная, которая давит. Понимаете? Я сейчас хочу показать своей команде пример. На маму на себя 200 баллов уже сделала, причем у меня нет проблем с ЛТО. Я их сделала даже не поняла как. Автоматически. Каждый клиент написал, что ему нужно, и все, 200 баллов готово. Плюс я себе заказала. На маму хочу сделать 500 баллов и показать, что это реально. Получить объемную скидку, кэшбэк 10%, получить немедленную прибыль, потому что я продаю по цене каталога. И я кайфую от этого. Я начала общаться с людьми. Я кайфую от раздачи каталогов, новые знакомства. Я не только продаю качественный продукт, рекомендую. Я продаю себя как человека, который набирает партнеров в структуру, как человека, который может быть полезным в качестве работодателя. И мне нравится общаться, я даю рекомендации, я оставляю визитки. Это просто улет. Второй день в проекте, я кайфую. То есть, ребят, все зависит от нас. Мы в этом бизнесе, сами себе начальники. Насколько мы выложимся, настолько будет результат. Любой метод работает. Любой. Перфильев говорил, у меня уникальная структура. В ней и онлайн с морковками. В ней классика. В ней и люди, которые бахают нереальное ЛТО. И все. Любой метод работает, если у вас есть цель, если вы горите. И, ребят, когда я видела в Кейптаун, в бриллиантовой конференции, у меня опять хлынули слезы. Я поняла, что все мы можем, абсолютно все можем. Нет такой вещи, нет такой границы, которая бы не поддавалась человеку. Мы можем абсолютно все, если нас действительно до глубины души проймет. Я после этой конференции, знаете, на порядок выше стала в своих убеждениях, в своих целях. Я знала однозначно, что я приду к результату бриллиантовый директор. Я, знаете, хочу быть причастна к мечте Роберта. Хочу своей маленькой частичкой помочь его приблизить к мечте стать компанией номер один. Я мысленно пообещала, Роберт, я с тобой, я тебя не подведу. Ну как же я могу подвести? И, знаете, тоже маленькая такая моя мечта, последнее, что я скажу. В компании осуществляются любые мечты. Я верю, что это, что компания, как волшебная мать, крестная фея, да, осуществляет любую мечту. И однажды Акатяна Валентину, по-моему, поздравлял Басков, потому что она мечтала об этом. Она где-то аккуратненько шепнула астму. Астму они взяли на вооружение, ее мечта сбылась. У меня была детская мечта поехать на концерт Витаса. Сейчас я уже как-то спокойно, равнодушно к ним отношусь. Но детская мечта была очень огненная. Мне, к сожалению, не получилось так увидеть его, попасть на концерт даже. То есть для меня это было просто, ну, как-то нереально. А тут я понимаю, что если я аккуратно шепну на ушко астму, то со званием бриллиантовый директор нас с Антоном будет поздравлять Витас. Ой, наоборот, я... Знаете, для меня это очень важно. На самом деле, есть у вас такие маленькие детские мечты, которые вот здесь в глубине, в сердце зарыты? Я уверена, что это когда-то будет со мной. И я очень счастлива буду, если ваши мечты начнут осуществляться. Потому что это самое огромное счастье для спонсора, когда зарабатывают люди, когда путешествуют люди, когда осуществляются мечты наших партнеров. Ребят, пожалуйста, осуществите мою самую важную мечту, которая уже сейчас вы можете мне помочь. Не дайте мне больше ни на одну золотую конференцию поехать самой. Ну, то есть, никого из моей команды не было со мной. Не дайте, пожалуйста, мне грустить одной. Сыринка, сыринка, конечно, никогда в жизни не загрустишь, чтобы все равно сердце мое было с вами. Вы, наверное, поняли это по индивидуальным сообщениям, да, по планеркам, которые я даже умудрялась проводить оттуда, потому что это моя самая заветная мечта. Ребят, не подведете? Я больше никогда не поеду одна, только с вами, на менеджерские, на золотые и скоро вместе на бриллиантовые. Обнимаю вас, спасибо большое за то, что уделили время и передаю слово Иринке моей. Спасибо, Иринка, за то, что мы были с тобой, жили в одном номере, и сыра, когда поедешь, никогда не заскучаешь. Это будет про самое незабываемое впечатление и самое классное времяпрепровождение. Она молодая, душой, она энергичная, она просто необыкновенная. Спасибо всем, отличного вечера. Всем-всем-всем-всем привет! У меня был сумасшедший просто день. Сейчас сбегала дочку, отвела на танцы. Мне нужно сейчас ее успеть еще встретить с танцев, поэтому вот так-так-так мы живем, у нас бурлит, кипит жизнь. Так, сейчас я переключу немножко на себя, буду переключать, периодически показывать. На заднем фоне у меня неразобранный заказ, потому что у меня были сегодня съемки. И, кстати, очень смешно, что мне в личку, в комментариях, в YouTube пишут, Ирина, между прочим, уже скоро конец каталога. Почему от вас нету видео? Да, знаете, как будто ты обязана там и пишет. Когда будет видео? Когда будет видео? То есть люди уже привыкли к видеороликам. Я сказала, нет, я не буду снимать видеоролик, у меня нет времени. А потом поняла, подумала, нет, это все, прежде всего, нужно как бы команде, нужно подготовить, это все равно отдать свои знания. Хочешь, не хочешь, делать надо. Вот. Так, я вам сейчас покажу свою. У меня, конечно, тоже подготовлено 78 слайдов. Я пробегусь по тому, что у нас было. Да, прежде всего, Катюшка, наверное, показывала, но так получилось, что у нас был Орел и Решка, потому что у нее было 100 евро, да, и плюс еще должен быть шоппинг. У меня безлимитная карта, которую я всегда пополняю перед поездкой, чтобы ни в чем себе не отказывать, посещать все самые яркие экскурсии, кушать в самых дорогих ресторанах. И поэтому это будет тоже ваш путь, потому что свою первую конференцию, я вспоминаю, что у меня примерно была такая же сумма, и я могла себе позволить взять только буквально несколько магнитиков, да, магнитики я экономила на еде. С тех пор я реально научилась все свои конференции экономить на еде так, да, то, что я Катюшка научила, нужно взять пакетики с собой, там, кашки и так далее, чтобы вообще не тратиться на рестораны, потому что это хорошая действительно статья расходов, и я на эти деньги даже сейчас, вот мы тогда, помню, прибежали с Катюшкой, Катя говорит, а у меня есть гречка, ай, классно, давай свою гречку, потому что я понимаю, что мы не успели, это надо идти в кафе, это туда-обратно заказывать еду, а тут шоппинг, а тут лучше всего другого можно купить, вот, ну, как бы, да, и здесь мне нравится в компании Арифлэйм, что ты можешь как совмещать, как и на 100 долларов, 100 евро прожить, так и просто безлимитно себя шикарно чувствовать, ни в чем себе не отказывать. Итак, вот смотрите, да, это был первый день, когда мы с Катюшкой встретились, она прилетела раньше, я прилетела после обеда в 4 часа, и мы пошли изучать город, она мне уже показывала, а здесь вот такая улочка, а тут такая улочка, а тут вообще так круто, а тут вот это, а тут вот это, а тут мы сидели в кафе и ели, а мы пришли туда, там в это время пицца была, мы пошли в другой, и мы сели в такой шикарнейший ресторан, мы поели, это было с видом на шикарные яхты, причем это центр города был, рыбный ресторан потрясающий, ой, что-то у меня все исчезло, сейчас, минутку, вот, а второй день, что мы проснулись, и моя мечта была, моя мечта, я люблю все, что связано с горами, если вы за мной наблюдаете, я просто обожаю горы, и вот, моя мечта была, детская мечта, когда мы жили в Грузии, у меня папа был военным, это поехать в пещеры, в пещеры, не помню, как они назывались, и что-то так и случилось, по-моему, даже было такое, что у мамы не было денег, чтобы оплатить поездку, и я реально, потом, когда я встречала своих одноклассников, я видела фотографии, там можно было распечатать какую-то фотографию, у меня была общая фотография, я реально, я плакала, потому что это была моя мечта, посетить именно пещеры, но не получилось, родители не смогли меня свозить, потом мы уехали из Грузии, да, и когда вот были вот эти драгоновые пещеры, драконовые, да, представляете, окунуться в ту атмосферу, 10-15 миллионов назад, они были образованы, и один сантиметр, да, вот капелька стекает, это примерно 100 лет, и вот потрогать, ощутить, вот древний, с цивилизацией, дотронуться, представляю, что здесь жили драконы, а у меня дочка сумасшедшая по драконам, мы все говорим о драконах, я даже ей подарок яйцо с драконами, там вынимаешь, оттуда какая-то там слизь, какая-то что-то, ну это же, ну, не знаю, играйте, я так хотела туда поехать, поэтому мы так попрощались, поцеловались с Катюшкой, говорю, Катюшка, я не могу, я поеду туда, она говорит, а мне вот как бы так, да, говорит, и даже, и причем она говорила, даже не смей мне занимать ничего, давай вот так, вот я решила, вот вложиться в эту сумму, вот этот так-то, я пойду с девчонками на пляж, то есть, вот как бы так, ну, получилось, поэтому у нас совершенно разные фотографии, у нас разные, Орел и Решка получился, вот, приветственная вечеринка, это было феерия, это было что-то сумасшедшее, это минус 500 лет назад, да, это было очень круто, вот, очень-очень весело, интересно, там плясали от души, что я безумно очень люблю, для меня должен быть драйв, то есть, я резвюсь, вух, все, и до последнего, до последнего автобуса, но как это было представлено, какие танцы, вот эти ростовые куклы, да, вы обязательно потом посмотрите, я уже смонтировала один день видео, выкладываю уже второй, скоро будет, и потом максимум, я сейчас могу себе уделять один час, для того, чтобы для монтажа, максимум, потому что мне нужно много выдать команде, нужно много передать, вот эти вот эмоции, у меня вот здесь вот расписана тетрадка, да, то, что вот я хотела сказать, то, что я для себя важного взяла, но это не уместить в один вебинар, не передать, это вот мозги нельзя переложить, тем более с 15-летним опытом, бах, и сразу, да, и вот поэтому я сейчас провожу индивидуальные планерки, с каждым по чуть-чуть, чтобы каждому дать свой секретик, каждому, вот как врач, диагностирует, каждому свое дать, вот, следующий день у нас был, какой у нас был свободный день, сейчас, минутку, переключу камеру, даю мою, вот, вот, что у нас было, а, следующий день была обзорка, это была тоже моя мечта, потому что я невероятно люблю горы, нам сказали, что мы должны поехать куда-то в горы, по серпантину, высоко в горах, и там есть монастырь с темной девой, с темной девой Марией, и что она исполняет желание, вообще, как бы, изначально, как бы, я поехала в горы, в горах, там нам сказали, что будет что-то просто сумасшедшее, виды горы, все, у меня каждая, понимаете, каждая поездка, то есть, мне обязательно должны быть горы, самые высокие, да, то есть, это, Фудияма в Японии, в Австралии, это другие горы, да, то есть, я смотрю, каждая, вот, если есть какая-то конференция, моя первая конференция была на Тенерифе, я посмотрела вот эти вот, с магмой горы, все, я поняла, себе поставила цель, вот, а, кстати, это была единственная моя поездка, которая могла себе позволить, и тогда просто не жрать, я вообще, мне два дня, просто не было еды, я все деньги, вот, помню, что у меня были, и я отдала вот туда, и тогда я себе поставила цель, я буду все, что угодно делать, я буду не жрать, но обязательно, максимально денег, я всегда буду вкладывать в конференции, в эти поездки, в эти экскурсии, они дорогие, ну, а это так вот стоит, ты просто живешь, ты потом вспоминаешь каждый день, как ты прожил настолько ярко этой жизнью, засыпаю я, вот просто, ммм, с той стороны кусочек, ммм, с той стороны кусочек, и это все, Арифлейм, и все это то, что у вас будет, просто нужно это сделать, нужно это взять, через силу перебороть, и сделать результаты, вот, и мечты, они сбываются, все сбываются, и вот почему мечты сбываются, у каждого своя вера, исповедание, но если вы действительно искренне верите, искренне хотите, вы молитесь, не важно какому богу, судьбе, вселенной, и начинаете действовать, это получается, и одно из доказательств, вот как раз таки, мы поехали, на такое паломническое место, вот церковь, и там, где Черная Дева Мария, представляете, туда вот, мы ехали по серпантину, даже не знаю, больше часа, вот, вот просто, вот так, там такая узенькая дорога, что перекрывается полностью трасса, сначала туда едут все автобусы, и говорят, что до 13.30 никто обратно, и потом только обратно поднимаются машины, то есть никогда встречку, но есть ослики, которые не слушают правил, начинают подниматься, сдавать аварийные ситуации, вот, так вот, раз в год в августе месяце, люди, которые загадывали желание какое-то, и молились Деве Черной Деве Марии, темной, темной, потому что она темная, потому что в камне она взяла в себя там боль, все болезни, все вот, все-все-все-все-все-все плохое в себя, и она почернела, то есть она у них так называется темной, вот, и каждый год паломничество идет с Пальмы до Майорки, где-то с вечера, с 9 утра, полностью они идут всю ночь, и только к утру приходят около 12 часов, они поднимаются вот так по горам, у кого-то больше часов, потому что днем жарко, то есть с вечера, вот только начинает темнеть более-менее комфортно, все, они идут всю ночь, все, и от 8 до 50 тысяч человек, у которых желание сбылось, они дают свою благодарность тому, для меня, например, то же самое делает компания, я благодарю компанию, что когда-то приняла правильное решение, ой, сейчас вот реально вот, это вот до мурашек, да, это до слез, когда ты, ты меняешь жизнь, она у тебя становится другая, ты принимаешь решение, ты полностью, ты веришь компании, ты идешь с компанией, и вот тот момент, когда я переродилась, это когда я всецело поверила компании, и я поняла, с ней будет связана вся моя жизнь, жизнь моей семьи, потому что компания мне даст все, и да, смогу ли я, да, как сказать, вот забыла вот фразу, да, которая говорит, компания сделает все, она вот то, что обещает сделать, а ты выполнишь то, что ты обещал, что ты сделать, не сдашься, спусти, и вот как бы сложно не было, я иду, как бы сложно не было, я иду вперед, потому что я верю, и я поняла для меня одна из основных мыслей, которую я услышала на конференции, что я зову изменить тебя, свою жизнь, вот это вот мне настолько, я когда рекрутировала, я не понимала, как приглашать, ну вот с этой позиции, что я зову тебя изменить свою жизнь, потому что ты можешь изменить, как внешне, понятно, накрасила все, ты красотка, нормально, как здоровье, да, это wellness, как дополнительный доход, где-то что-то, как мышление через книги, но самое главное, я тебя зову на путешествия, на изменение жизни, на те мечты, о которых ты раньше мечтала, ты хотела, все это ты воплотишь здесь, каждый здесь находит свое, реализует свое, и я зову тебя не просто в Арифлейм, дисконтопотребитель, на бизнес, нет, не на бизнес, изменить свою жизнь, вот, перейду опять, буду вот так вот гулять, по темам, так, это что-то я перелеснула, да, это было так, потом еще у меня слайды потерялись, была вот как раз-таки конференция, с утра до вечера были мероприятия, кстати, это вот мы фотографировали с командой Перфилевых, было очень много интересной информации, чуть позже я вам расскажу о ней, вот это мы с Катюшкой, потом у нас был шопинг, удачный, очень удачный, хотя я говорила, что Катя, все, говорю, никакой шопинг, нет, я все уже купила, да не пойду я туда, я только в Европу ездила, затарилась полностью чемодана, ну и что, как вы думаете, пока мы с Катюшкой выбирали вечернее платьишко, ну как же я без нее, мы с Тамарой ходим парой, вот, и мы платьишко нашли, я себе купила пальто мечты, которое очень хотела, в одном интересном магазине, и там еще себе платье еще купила, ну в общем, господи, ну нельзя мне девочки, хотя у меня есть, ну как бы денежки были отложены, но мне нельзя, если я иду на шопиться, то я шоплюсь, а вот у меня перевернулись слайды, и вот посмотрите, какая была красота, крутейшие горы, это на уровне, ты вот просто летаешь в облаках, ты летаешь реально в облаках, как высоко ты поднимаешься, это просто что-то сумасшедшее, также я вдохнула, вот посмотрите, последняя фотография, да, здесь собраны все самые яркие, там веточки, да, веточки, что там было, и эвкалипт, и розмарин, и олива, и еще, да, то есть нам вот, очень потрясающий нам гид попалась, и она нам все это показала, букетик, и вот ты каждую веточку пробуешь, нюхаешь, осязаешь, я даже шишечки эвкалипта взяла с собой, для дочери, думаю, сделаем какую-то поделку, ее оставим на память, после этого у нас была вот такая вот потрясающая, как говорили, и решка, нужно, ну, как называется, бухточка, бухточка была, куда нужно было дойти, получилось так, когда мы, сейчас переключу здесь, а то туда и сюда камеры, когда мы доехали до бухточки, а тогда мы спускались, и из-за вот таких вот осликов, как их называли, они поднимались вверх, нам приходилось вот еле-еле, чтобы не было аварии, чтобы не слетел автобус, да, вот как-то разминаться, а их не должны были пускать наверх, вот, мы немножко опоздали, но мы приехали за 5 минут до спуска, а автобусы не дождались, и поехали наверх, и получилось так, что мы потом еще 15 минут, три автобуса, которые поехали наверх, мы вот так вот еще спускались очень медленно, и у нас было всего 40 минут, хотя на это время больше часа было заложено, что там минут 15, и вот эта потрясающая бухточка, как в Орле-Решко все купались, и как бы я не знала куда, то ли сразу пойти покупаться, потому что я безумно люблю море, то ли до этой бухточки дойти 15 минут, и получилось так, что пока я думала, все уже куда-то убежали, ну все, ладно, буду купаться, и там настолько чистейшая была вода, я только захожу туда, буквально чуть выше колена, и я ощущаю такой просто, ааа, такой, вот как утюг тебе взяли, полностью вот так вот плашмей тебе дотронулись, а потом сверху, или вот так вот разодрали тебя, как этим, проволокой, вот так, как чесанули до крови, потом сверху соленой водой, солью, йодом, там всем угодно, я помню, у меня вот такие вот глазищи были, часа полтора, это все отходило, как, ну, реальный ожог, это больно невероятно, это красные медузы, которые плавали, и вот хвостиком своим, оказывается, они только в чистейшем море, только если чистейшее кристальное море, они там, если чуть-чуть где-то вода никакая, то они уплывают, и там их было кишмя, да, нас не предупредили, и потом, когда мы поехали на, на шикарном корабле, нам, мне дали мазь, и мы все там, дофига нас было народу, кто так вот побежал плавать, да, поэтому я поняла, что даже если ты очень хорошо плаваешь, заплывать очень опасно, когда кристально чистая вода, потому что это просто сумасшедшая медуза, потому что кто-то заплыл, его там укусила медуза, а вот в бухточке, как там все барахтались, да, там вообще все прекрасно было, вот, и так же, как и в других, да, если пляж в Майами, в центре, там тоже было все прекрасно, никто даже не знал об этом, ну, вот как бы, понимаете, никогда нельзя разочаровываться в чем-то, да, что у вас получилось, произошло, а я очень рада, что меня ошпарила медуза, потому что я знаю, что такое медузы, понимаете, и все надо в жизни попробовать, и только через боли, через сожаления, через какие-то, вот понимаешь, ты как-то можешь осознать что-то, да, и я теперь понимаю, что, ай-яй-яй, заплывать нехорошо далеко, хотя я сумасшедшая, как пошпарила вперед, так и все, да, то есть надо как бы думать по поводу, по поводу, вот когда мы поехали на яхточки, это просто горы, это, ты вспоминаешь сразу все фильмы про Колумба, приключения, все-все-всевозможные, а пираты, остров-сокровище, необитаемый остров, вот что там были, там невероятные пещеры, ты только видишь, там скале пещера, там скале пещера, и это на все, настолько крутая природа, что просто вот так, мы прокатились на самом первом трамвальчике, который изготавливались еще в Португалии, потом мы переехали, поехали на поезде, 13 перевалов, там было просто вообще, вот просто улет, улет, и вечером, вечером в тот же день, по-моему, или не в тот же день, я уже не помню, что в какой-то из дней у нас была приветственная вечеринка, по-моему, даже в этот день, я уже не помню, все настолько смешалось, кони-люди, кстати, где-то у меня кони есть, фотография с конем, вечеринка, это, не знаю, Катюшка вам рассказывала или нет, это, это что-то такое, вот не знаю как, я посетила столько конференций, уже 13 лет, или 12 лет, с компанией Орифлэм путешествую, вот каждая конференция, она круче другой, я прям даже не знаю, как можно круче, и вот это шоу, Саламар, Саламан, Саламан, не помню, это, короче, один из самых крутых шоу в Европе, это вилла, вилла, где-то, куда-то мы ехали, в общем, туда попасть, билеты там букинируются, непонятно за сколько, а компания Орифлэм впервые за всю историю, это там уже чуть ли не 50-60 лет, да, вот это вот ведется, вот самые крутые там артисты, вот это вот в стиле, фламенко, ну там шоу вообще нереально, и это, Меркори, и там, короче, там все-все-все намешано, много стиля, это вот так, вот так, и все, это такой драйв, я смонтирую обязательно видео, хочешь тут чуть-чуть вам рассказать, показать вот этот вот драйв, да, то, что нам дает компания, но вы никогда не можете понять, ощутить всех этих запахов, я уже не говорю о еде, там просто королевски, там какой-то именитый шеф-повар, мишленовская еда была, да, то есть ты ешь, понимаешь, вот честно скажите, даже если на воздухе, вы можете себе позволить сходить в ресторан с мишленовской едой, вот даже имея вот эту вот карту, да, скажем, условно, да, доход, да нифига, я пойду вон, пойду в отеле, потом пожру какую-нибудь кашку сварим, я лучше потрачу эти деньги на шопинг, но взять и оставить, отвалить целое, там непонятно сколько, да я там три платьишка за какую-нибудь тарелочку еды, ну я, понимаете, я до этого еще не доросла, но зато с компанией Арифлей можно так вот легко поесть, мишленовскую еду, самые лучшие, дорогие вина, самые там, я в этом тоже не разбираюсь, потому что в принципе не любите вот то, что налили, вот как бы вкусненько, да и хорошо, вот, что еще, да, вот последний, последний день, Катюша говорит, ой, говорит, я, говорит, не могу, я хочу, говорит, по городу походить, погулять, а мне настолько надоела эта Европа, эти-то города уже, что я хочу просто покупаться, тем более Черное море, это вообще помойка по сравнению вот с тем кристально чистым, лазурным видом, и нам, наша была задача, нужно было снять от туп-лидеров танец какой-то, да, и мы договорили, что мы обязательно встретимся, там что-нибудь станцуем, там по кусочкам, и потом соединим, и покажем вам через танец просто как бы красивую памятную майорку, такая у нас была идея, вы уже, наверное, часть видели видеороликов, что там сливается, вот это просто было что-то, я вообще отключилась, и я плавала, 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 а кстати, это у меня фотография с двух дней, да, это с двух дней у меня фотография, потому что вот для меня было все, и вот на завтраке я у девушки видела, она, примерно такая фотография, была фотография над водой, и все, я загорелась вот этой вот идеей, да, кого я только не искала, пожалуйста, и так, и ничего не получалось, А потом получилась вот эта фотография, потом мы с девочками пошли на фотосессию, стали фотографироваться везде, и вечером, когда уже приехала, а Катя меня ждала, она говорит, чтобы погулять где-то по городу, и я поняла, что нет, я не смогу просто, я вот так вот до последней минуты, потом я понимаю, что я на встречу с перфильмами опаздываю, я просто мчалась, бежала, я каждую свою минуту хотела побыть с морем. И вот, знаете, такую фишку, когда вы плаваете, вы благодарите море, берете энергию, силу, кто знает об этом? Кто знает об этом, что нужно просить у моря? Вот когда вы заплываете, когда вы уезжаете, да, и вы понимаете, что на какой-то там месяц или какой-то нужно, когда вы плывете, нужно обязательно плыть с закрытыми глазами, и представлять, да, что вы полностью, вот, сила, ветер, огонь, вода, медитация, с закрытыми глазами, когда вы плаваете, это вообще просто сумасшедший. Я люблю плавать, заплывать далеко и погружаться, просить вселенную Господа, благодарить, что произошло в жизни, как я счастлива, благодарить море, благодарить энергию, брать энергию, чувствовать, как она пропитывается каждой клеточкой, и всё. И тогда я только могу попрощаться с морем, сказать спасибо и сказать, что я к тебе ещё вернусь. То есть для меня это целый ритуал, это моё, это моя стихия, вода, я просто русалка, я там вот так вот плавала и плавала. Да, я вам рассказывала, когда я в Австралии сказала, что вы меня не теряйте, на час уплыла вот сумасшедшие 2-3 метровые волны, меня там все искали, потому что часа нет, я так прихожу, потом все говорят, вот она, они там уже все спасатели искали, всё, где я, да, просто я там захерачила и всё. Мне, слава богу, мне сказали, что там нет какул, вот, поэтому я свободно плавала. А здесь я поняла, что тут ай-яй-яй заплывать, потому что здесь, если ошпарят медузы, то это очень больно, поэтому мне так немножечко как бы спустили. Так, у меня есть ровно 15 минут, и я потом пошпарю, остальную часть, что нам не хватит на слайды, я вам расскажу позже, потом. У нас ещё будет очень много обучающих видео, потому что нам надо было сейчас с вами с Катюшкой показать, что это ваше будущее. И нам очень жалко, реально жалко, что вас не было с нами, и пожалуйста, пожалуйста, не сделайте так, чтобы не делайте так, чтобы оставаться дома. Делайте всё, чтобы быть с нами, чтобы ощущать эту радость, и дальше, чтобы ваши партнёры так же. Вы поймёте, когда вы первый раз побываете на конференции, вы будете плакать душой, почему ваши любимые люди не с вами. Вот реально душа плачет, разрывается, потому что вам самое главное счастье – это видеть счастье. Вот я видела, когда в Катюшке, Катюшка Ганюк ездила, Света Волкова. И вот кто вот ездил на Турции, когда ты вот, ты понимаешь, и ты видишь, особенно когда это первая конференция, я видела, как девочки плакали, плакали, видя первый раз море, плакали, видя красоту, плакали, видя закат. И ты понимаешь, что вот в этом уже другое счастье. Понимаете, это как родители, когда ваш ребёнок встаёт, ходит ножками, как ваш ребёнок увидел что-то, и вот с такими восхищениями, и вы кайфуете от этого, как мама. И вот наше предназначение – быть мамами, дать ребёнку всё, раскрыть в нём самый большой потенциал. Поэтому наше счастье – это ваше счастье. Вы меня понимаете? Наше счастье – это ваше счастье. Арифлейм трогает. Сейчас. Так, сейчас соберусь, соберусь так. Конференция, конференция, слайды. Вот. Мы вас просто очень сильно любим. И вот просто вот всей-всей душой дорожим вам. Так, сейчас соберусь немножечко. Итак, у нас был состав участники заколотой конференции, и был прирост сумасшедший. Арифлейм растёт. Арифлейм растёт бешено. Ещё плюс 188 человек – это только СНГ. Это с доходом от 60 тысяч. Представляете? Вот 188 человек – это только СНГ. В этот раз разделили. То есть, все страны поделили для того, чтобы… Потому что очень много. Мы просто не помещаемся. Понимаете? Мы не помещаемся все в одной стране. Невозможно, да? То есть, я знаю, что такие, как Польша, Словакия, там ещё. У них была, у них была Монако. Монако. У них в Монако была конференция, потому что ребята спрашивали. Мы с ними общаемся на конференциях. Они говорят, а у нас Монако будет. О, классно. А у нас на Пальме. Да, вот, только 188 человек. У нас, посмотрите, да, 301 новый золотой директор. Премии получили больше 600 тысяч. У нас 37 новых званий в бриллиантовой команде. Это доход от 250 тысяч. У нас 4 звания в исполнительной команде. Это доход от полумиллиона. Это вот в СНГ. Представляете? Ещё 4 человека вышел доход полумиллиона. Причём это совершенно, вот, это новые, новоиспечённые. Вот-вот-вот бахают. Некоторые даже там 5 лет назад они ещё не были в Арифлей. Вот представляете? Вот с нуля бахнут так и полумиллиона. Но если это делают люди, и в этом году 4 человека, значит, это реально возможно. Если 1300 человек поехало, значит, это возможно. Значит, что-то делают такое, что могут все. Понимаете? Это система, система работы в Арифлей. У нас 2277 новых званий и премии более трёх миллионов. Представляете, какая богатая компания? Вот то, что вот мероприятия, которые проходят, вы вдумайтесь только. 4 награды, 4 года подряд. 4 года подряд мы лучшие в мире, понимаете? Лучшие в мире за конференции. Поэтому, когда какая-то там компания на букву А, Ф, и ещё какие-то, да? Многие мне представляют, а что ты не пишешь сразу? А вот не хочу я говорить, что это за компания. Я думаю, что вы все догадаетесь. Ещё А, Б, Б, не догадаетесь, Б, Б, вот у нас конференция там ещё. Ребята, 4 года подряд наша компания занимает лучшие в мире конференции после Олимпийских игр. То есть, первые идут Олимпийские игры, это как международные. И второе, это идёт международные конференции именно компаний. То есть, был лучший 4 года подряд. Никто не может. Никто не может сделать лучше 4 года подряд. Вот думайте, это какую высокую планку компания подняла. А вы можете отдыхать, как миллионеры. Причём, элементарно, золотой директор – это 2 человека помочь им изменить жизнь. 2 человека, чтобы они стали директором. У этих двух найдутся ещё 2, 2х24, и всё, и так вы углубляетесь. Подумайте, работать можно везде. А как жить? А жить можно по-разному. Вот, и Катюшка уже говорила, наша гордость, что мы стали, были в прошлом году на 17-м месте, а в этом году на 10-м. Представляете, везде кризис, да? Кто-то говорит, ой, там Ари Флейб, там что-то не то, а то... Ребята, плюс 7 пунктов рейтингов мирового рейтинга, это о чём говорит? Это что мы херачим так, что просто вот все компании сметаем. Десятое место. Как только мы откроем Америку, а это очень серьёзно, сразу мы бабахнем ближе к первому месту, компания уже готовит почву. Это же не просто так, бах, и открыл регион. Нет, это очень сложно. И компания уже много лет, ну как вот, уже готовит, готовит, готовит почву, открыт регион, и чтобы, понимаете, это же перетянуть бюджет, где-то как-то. И компания специально принимает решение, она, если как-то она раньше у акционеров, там пыталась, там доказывала, там эти кушки важны, это вот это нам должно, какие-то отчёты, да? То сейчас компания, все основатели компании, точнее, не все основатели компании, руководство, вся семья офьёкников, они собрали все свои сбережения и выкупили, выкупили. И Магнус выступал, он говорил, что, когда я рассказывал то, что нам нужно, да, для компании, что какие у нас планы, да, что как мы меняем жизни людей, он презентовал и настолько это рассказал, обязательно всем рекомендую послушать выступление Магнуса. Напишите плюсик, если вы слушали выступление как-то, если не слушали, напишите минус. И он сказал, когда я начинал выступать перед инвесторами, да, нам нужен большой инвестиции для наших новых проектов, потому что наша цель номер один в мире. И вот они такие, ну сначала, ну чё, ну да, ну расскажи ты нам, там примерно вот так, я видел, что вот так вот. И потом, говорит, когда я рассказал, когда суть, как, что мы делаем, да, как мы меняем жизнь, какая у нас офигенная, очень продукция классная, да, они вместо 850 тысяч, которые мы просили, 850 миллионов, они дали 3,5 миллиарда. Представляете? Просили 850, и они так это, ну чё ты там нам скажешь. И они после его презентации 3,5 миллиарда. То есть, представляете, и это всё будет скоро вложено в наш с вами бизнес. Это означает, что компания так херачить будет, она сделает такой результат, главное вы не подведите. 3,5 миллиарда евро, это просто сумасшедшее. Это новые регионы, это новая продукция, это новые инвестиции, это новые рынки. Что сейчас, вы чувствуете сейчас, пришла новая, даже вот сейчас идёт эпоха новая с Кэтрин, Кэтрин и Витёк, да, Виктор Афонин. Это новая эра идёт. Мы чувствуем, и вот то, что сейчас каждый день в чате «Я буду расти» идёт, вы просто вливаетесь в этот поезд, делайте то, что говорит компания. У нас просто будет сумасшедше. Да мы, я не могу говорить, что ещё будет, потому что у нас закрыты информации. Уже как бы нам по секрету кое-что рассказывают, так, чтобы мы ни в коем случае, а вы знаете, мы же лидеры, можем с вами поделиться. Вот, поэтому вот просто верьте, верьте, идите. И вот скоро, ну это вообще, конечно, сумасшедшее будет. Так, сейчас переверну. Так, слайдики. Так, у меня осталось буквально 5-7 минут, и мне надо будет бежать. Остальные слайды мы с вами пробежимся. Так, самые продаваемые продукты в Арифлеем. Самые продаваемые продукты в Арифлеем. Ребята, посмотрите, пожалуйста, слайд. Самые продаваемые продукты в Арифлеем. Это не косметика, это не помадки. Это wellness pack для женщин, это нутрикомплекс, это wellness pack для мужчин, это китс омега и просто омега. Если вы думаете, когда вы спрашиваете, да, задайте вопрос, как вы думаете, какой самый популярный продукт в Арифлеем? Ни хрена вы не угадаете, потому что это wellness, потому что во многих даже структурах, кто выступали лидеры, 50% товара оборота – это wellness. Если у вас меньше и в Арифлеем, значит, вы не понимаете, что такое Арифлеем. На самом деле. Вы не философии не поняли, что у нас это просто бомбические продукты, которых аналогов нет. И после этого, если мы говорим уже о других продуктах, а, 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 я еще вам покажу. Кроме того, кстати, у нас были мастер-классы, у нас есть слайды, мы будем об этом изучать, да, и вот один из слайдов, который мне вообще просто зацепил, да, пример витамина Е, суточная норма. Это примерно вы должны сожрать, сожрать, не съесть, сожрать 227 килограммов шпината. Ой, вы знаете, у меня лето, я так хорошо питаюсь фруктами, я все через витаминки получаю. Да, примерно 27 килограммов шпината, это 60 килограммов абрикосиков, да, персиков, или 2 килограмма миндаля. Вот если вы сожрали, тогда, ой, скушали, да, тогда вот вы суточная норма витаминчика Е получили. Ну вот, к сожалению, такие у нас фрукты сейчас полезные. Вот, это официальная статистика, но она меня реально очень сильно зацепила. Также активные ингредиенты, которые нужны, суточная необходимая норма, что у нас есть. У нас это слайд, я все выложила в wellness-чат, обязательно все это изучите, это очень-очень полезная информация. Вот, я говорю, что мы не сможем вам передать всю информацию, которую получили за вот эту вот неделю. Наши уникальные wellness-витамины, да, всю эту информацию, мы с вами это все будем проговаривать на будущих встречах. Вот астексантин, вот реально вот этот вот слайд, да, это просто он все рвет себе понимание. Это в 5 раз круче, чем как 5 раз с B-каротином, это в 500 раз сильнее, чем витамин Е, это в 800 раз Куэндим, Ку-10. Ой, вот я кремик с Куэндимом, Ку-10, я им вот так вот, да, помазала. А то, что вы изнутри в 800 раз, да, получаете, это, Ку-10, да, это ничего так, да, нормально. Вот кремчик вот так вот, что там через вот эту вот пройдет клеточку, да, а вот вы 800 раз через внутри, через кровь, через клеточки получаете, да, витамин С это в 6000 раз. То есть, если вы заболели, что вы делаете? Вы кушаете, ой, там мандаринку вам, апельсинку и так далее, да, либо там витамин С в жидком виде, у нас шипучка есть, а здесь 1-11 эксантин, поэтому это просто, понимаете, это грех работать в компании, да, говорить, что у меня нет денег, нету денег за работой. Как? Раздай каталоги. Если у тебя нет денег, ты просто ленивая, ленивая, просто тебе тяжело встать со стула, и ты ищешь себе всяческие отмазки, чтобы не делать. У нас есть охренительный просто проект 5 на 10, когда я говорила ребятам, да, что вот когда ребята работают, там первые, когда они стартуют, у них доход в среднем 15-20 тысяч, но у них условия, они начинают старт 50, потом 100, потом до 300 каталогов они раздают в день. Ну, они начинают старт 15-20 тысяч. Когда я им сказала, что через нас проект игры 5 на 10, насколько мы за 10 дней качественно обучаем, девчонки выходят на доход 1000 рублей, они офигели, говорят, ничего себе, да. Вот предположить, да, если вы реально обучились быть профессионалом и уделяете всего 2 часа в день на продажах, потому что у вас основная работа, еще какие-то обязанности, хорошо, 1 час времени, но профессионально на продажах. Раздаете не 5, а более каталогов, но профессионально. 15 дней 15 тысяч. Нормально? Нормально? К вашему доходу 15 дней 15 тысяч. Нет, у меня нет времени на каталоги. Не-не-не-не, это не мое. Хорошо, я всегда говорю, что у тебя есть альтернатива. Очень часто, когда мы средний час считаем, это 89-100 рублей в час. Я говорю, окей, чтобы заработать 1000 рублей, тебе нужно 1 сутки и 3 часа примерно проработать на основной работе, либо час раздавать каталоги. Когда ты мне говоришь, у меня нет времени, подумай, кому ты говоришь правду? У тебя нет времени. Сутки и 3 часа, либо 1 час. Может быть, ты просто боишься и не признаешь это, боишься выйти из зоны комфортной. Да, это нормально, потому что я не знаю ни одного человека, кто бы сразу побежал, раздавал каталоги, потому что это страшно, это ты настраиваешься несколько дней, ты боишься, что тебя пошлют нафиг, там, я не знаю, ударят в глаз, что еще может произойти самое страшное. Ты просто боишься, но лидер – это тот, кто преодолевает страх, сомнения и идет вперед. И не важно, получилось у тебя или не получилось. Самое сложное, когда у тебя 10 каталогов раздал, у тебя не получилось, лидер пойдет раздавать 11, 12, 13, 15 каталог, потому что он сделает это, а не лидер скажет, это не мое, у меня не получилось. И всякие куча-то причины. Поэтому 1300 человек поехали, а у них тоже не получалось на конференцию, а все остальные по какой-то причине не квалифицировались и дали задний ход. Кто понял мою мысль? Кто это понял? Поэтому сейчас мы активно прокачиваем наш проект 5 на 10, чтобы все только на продажах и могли иметь доход минимум 10 тысяч, чтобы был дополнительный доход на шоппинг, на развлечения, на продукты питания и на здоровье. Нет, все по-другому. На здоровье, на wellness. Чтобы вы все ни в чем себе не отказывали, чтобы вы и ваша семья принимали витамины. Чтобы у вас кровь, когда утром вы просыпаетесь и когда у вас кровь пустая, не запихивать ее какой-то фастфудом и после этого, после этого, когда клеточка мутирована, она ждать себе мутированное, потому что она ущербная, она у нее нет витаминов. А с утра, если вы получаете правильное питание, микро-макро-нутриенты, ваша клеточка здоровая и она оздоравливает другие клеточки. Если вы говорите, что у вас нет денег, вы просто, я себя назвала ленивая корова, да, вот когда там с фитнесом и так далее, вот найдите себе такую как буду мотивашку, да, посмотрите себе честно в зеркало, почему у вас нет денег на это, почему на то, почему у вас там, там вот Катюшка молодец, она там заняла здоровье, она сейчас зубы делает, это большая инвестиция в себя, почему одни могут, другие нет, вот думайте, меняйтесь сами, вот, ну и давайте вот, боже мой, мне бежать надо, у меня уже ребенок сейчас будет ждать, у нас заканчивается, мне еще 15 минут бежать и как раз вот у нее танцы заканчивается. Ребята, смотрите, самые продаваемые продукты в мире, это тушь The One 5 в 1, это наша просто восхитительная тональная основа Giordani Gold, если девушка думает, как у меня тональную взять, тональную основу Giordani Gold, беспроигрышно, это Excite, это Divine, который со скидкой в этом каталоге и это Eclat, так, что у нас в последний страз, да, и мы крутые, мы классные, потому что у нас больше, а, это пример, а, смотрите, у нас как у Amazon перед рождеством, 2000 заказов в минуту, к сожалению, нам нужно будет прощаться, у нас будет еще продолжение, у меня сейчас всего 33 слайда из 78, у меня вся исписанная тетрадка, у меня исписан телефон, сколько мыслей вам нужно передать, поэтому, скорее всего, в следующий вторник, либо среду, у нас будет продолжение, все, всех люблю, целую, пока. Ребята, привет, привет, еще кто-нибудь остался? Ну, ладно, я не хочу много времени занимать вашего, уже и так было много всего сказано, ребят, я только хочу сказать одно, я свою жену отпустил, уже не в первую поездку, уже, это, четвертая, я уже, честно, не помню точно, сколько было поездок, я ее постоянно отпускаю, остаюсь с детьми, ну, пока еще остаюсь с детьми, надеюсь, скоро мы будем вместе ездить, для чего я это все делаю? для того, чтобы поддержать своего партнера, да, по бизнесу, свою жену, свою семью, я вам желаю и советую, найдите какое-то взаимопонимание со своей семьей, с мужем, да, если, ну, у нас в основном девушки, найдите с мужьями со своими, потому что, если вас в семье будут поддерживать, тогда будет рост, это, я бы сказал, семейный бизнес, потому что одному заниматься, ну, невозможно, да, я бы мог сказать, я не буду с детьми сидеть, я чем-то буду другим заниматься, ну, приблизительно так, да, и, что пришлось бы к этому делать? Просто не ехать, да, там, ну, зачем это делать? Мы хотим своим примером, показать вам, всем, что это семейный бизнес, что здесь нужно взаимопонимание, ребят, вот реально, найдите подход к своей второй половине, и все у вас будет получаться, нужно понять, что здесь мы находимся для того, чтобы заработать на свою жизнь, на свои нужды, на свои мечты, и осуществить их. Эта компания, я вам хочу сказать, как и любая другая компания, в любом там, сетевой маркетинг, или просто маркетинг, да, или какая-то организация по строительству каких-то домов, везде нужно работать, выкладываться, постоянно быть в тонусе, если ты не в тонусе, если ты чем-то недоволен в жизни, если нет у тебя мечты, и может быть, кто-то смотрит новости, постоянно, Дмитрий Анатольевич Медведев, постоянно говорит, верьте в себя, верьте в свои мечты, мечтайте, понимаете, вот, нам, бывший президент, об этом постоянно говорит, и премьер-министр нынешний, да, поэтому, ребят, мечты, почему мечты, потому что только, идя к какой-то мечте, цели, мы можем осуществить, какие-то свои, ну, нужды, да, просто-напросто, мы идем и осуществляем, поэтому, ребят, желаю вам, найти, консенсус в вашей семье, чтобы реально у вас получалось, чтобы ваш доход, увеличивайте его, потому что, будет увеличен доход, легче будет житься, нынче все дорогое, ребят, реально, много было сказано, ну, блин, хочу вас зацепить, вот, именно вот этим живым, да, то, что у нас в компании есть мужчины, и я один из них, и хочу вам пожелать, вот, еще раз, много-много раз, повторюсь, желаю, чтобы вы нашли этот консенсус, и все будет у вас получаться, ребят, все, больше не буду занимать ваше времени, удачи, все у нас получится, все уже было сказано, так что, давайте, дерзайте, рад бы вас видеть, или вы меня увидеть, я ваши отзывы услышать, спасибо, желаю вам всего наилучшего, до свидания. спасибо, Продолжение следует...